Сокращать и продавать. Такое решение выхода из транспортного кризиса в Омске предложил новый глава Департамента транспорта на последнем в этом году заседании городского совета. О проблемах в отрасли чиновник говорил почти два часа. Отсутствие денег, изношенный автопарк, нехватка персонала и долги по кредитам. В таком раскладе без новогоднего чуда не обойтись. Продолжит Ольга Качкурова. У главы Департамента транспорта Алексея Мартыненко, почти два часа докладывающего депутатам о ситуации на муниципальных предприятиях пассажирского транспорта Омска, хороших новостей было немного. Стоимость проезда в 22 рубля решено сохранить и до конца 2017 года. При том, что ранее РЭК обозначил другой экономически обоснованный тариф – 29 рублей 91 копейка. Но это означает, что муниципальным перевозчикам придется найти сотни миллионов рублей на компенсацию тарифной разницы. В бюджете города на 2017 год на эти цели заложено 251 миллион рублей. Необходимо еще около 400 миллионов. Сокращать и продавать предложил Алексей Мартыненко. Определились с имуществом, которое на сегодняшний момент муниципальные предприятия не эксплуатируют. И предлагаем все-таки включить его в план приватизации. Приватизация, а проще говоря продажа двух объектов в территории имущества бывшего ПТП-1, а также ряда построек на улице Ватутина, если эту идею одобрят депутаты и администрация города, позволит выручить 150 миллионов рублей. Еще столько же можно заработать, пересадив горожан из частных маршруток в муниципальные автобусы. Пока собираются ликвидировать 27 маршрутов и 500 газелей, работающих на них. Мы не планируем в данной ситуации, убрав эти 27 маршрутов, увеличить интервал и нахождение наших жителей на улицах города. Мы планируем сократить этот интервал за счет изменения 25 действующих маршрутов и добавлением, увеличением автобусов большой вместимости. Замерзать будем, особенно в зимнее время. Сейчас мороз, 32 градуса, постыка дохановки. Конечно, тяжело. Тогда вообще не уехать будет. Я на работу езжу, отсюда ждешь постоянно. Так что сокращать это не резон. Недовольны реформами нового главы Дептранса остались и депутаты. В докладе не были сделаны достаточно такие конкретные акценты на то, как, во-первых, муниципальные предприятия сохранить. Но это не является самоцелью, во-первых, для того, чтобы они могли нормально работать, муниципальные предприятия. А во-вторых, как навести порядок с частными перевозчиками. Спасти ее может только вывод из тени частных перевозчиков и, соответственно, пополнение уплаты в бюджет. Будут ли эффективны реформы нового главы Омского Дептранса, можно будет судить как минимум через полгода. Столько времени уйдет на исследование пассажиропотока в Омске. В общем, оптимизация продолжится. По расчетам чиновников мэрии, все эти меры позволят увеличить количество тех, кто выбирает муниципальные автобусы. Пока среди мячей их 35%. Ольга Качкурова, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.